Поле стадиона Петровска, на котором из-за перерыва в сезоне долгое время никто не играл, тщательно подготовили к матчу Лиги Чемпионов. Накануне сотрудник УЕФА, специалист Почвовед, взял замеры на качество футбольного поля. Сейчас в Петербурге погода может быть и не слишком футбольная, но газон соответствует всем нормативам. Интерес к матчу подогревает тот факт, что петербургская команда впервые в одной восьмой Лиге Чемпионов. И здесь, пусть и с учетом ответной встречи, игры уже на вылет. Бенфика технически очень сильна, возможно сильнее, чем мы. Но мы все равно хотим выиграть этот матч, используя наши умения и желание написать новую страницу в истории петербургского «Зенита». Лучано Спалетти накануне матча подарил болельщикам повод для радости. Подписал новый контракт с клубом до 2015 года. Впрочем, есть и проблемы. Травмирован нападающий Мигель Дани. У него разрыв связок и лечение займет 8 месяцев. Перед самой игрой выбыл из-за отравления Доминика Кришета. Но в составе снова Александр Киржаков. Не игравший за травмы с октября прошлого года, он теперь явно соскучился по голам. Я чувствую, что полностью восстановился от травмы, потому что прошел всю предсезонную подготовку с командой, работал в основном составе. С каждой тренировкой, с каждой игрой боль из ноги уходила полностью. И сейчас я чувствую себя полностью в восстановленном и в физическом состоянии. Я готов на 100%. Бенфика на подъеме. Первое место в португальском чемпионате. Серьезный отрыв от Порту. В предыдущей серии Лиги чемпионов Зенит уже обидел португальцев, выбив из соревнований все тот же Порту. Но это встреча первой в истории двух клубов. Бенфика будет играть в свою игру. Уже долгое время мы показываем отличную игру и не собираемся строить свою тактику, исходя из потерь Зенита. У нас тоже есть несколько игроков, которые могли сыграть, но они сыграют. У нас большой опыт игры в Лиге чемпионов. И при всем уважении к сопернику мы верим в победу. Несмотря на отсутствие важных игроков, в Зените у петербургской команды, по мнению Лучано Спалетти, не будет алиби при проигрыше. Забивать есть кому. Как сказал тренер, это может сделать даже вратарь Юрий Живнов, если ему предоставится случай пробить пенальти в ворот соперников. В Петербург приехали несколько десятков португальских болельщиков. Оставшиеся места на трибунах займут фанаты Зенита. А значит, у петербургской команды в первой игре уже очевидное преимущество. Николай Булкин, Сергей Воробьев, Сергей Преображенский, НТВ, Санкт-Петербург. На этом пока все. Оставайтесь на НТВ.